Не трогать, да, душить любовью. Вот смотри, спасибо, классный вопрос, спасибо. Это значит, что вы тему поняли, смотрите. Не трогать означает не мучить его с его недостатками. Что значит расписываться? Это значит, когда вы его накормили, хорошее настроение у него, вы садитесь рядом с ним, кладете голову ему на плечо и говорите, я хочу так с тобой расписаться. Его же не трогайте, вы говорите о своих желаниях, так, в это время? А? Вы, что? Что не будет? Испорчено настроение. Это значит, вы не можете говорить с любовью. Третье, женщина говорит о своих желаниях с любовью, мужчина не слушает ее, значит, женщина не может быть женщиной в этой семье. Женщина, если может быть женщиной, она все, что угодно с любовью может сказать, потому что она женщина, имеет право. А если мужчина не дает вам такое право, завоевывайте ее. С помощью любви опять же. Допустим, вы сказали с любовью, так хочу с тобой расписаться. Он сначала будет психовать. Второй раз сказали. На 50-й раз он привыкнет. И мужчине некуда деваться, вы просто не понимаете своей силы. Мужчина в личной жизни, у него нет возможности жить своей жизнью, если женщина завоевывает власть. Понимаете, женщина должна обладать непреклонной властью в семейной жизни. И эту власть она достигает с помощью уступчивого, нежного, ласкового подхода. Женщина должна знать, кто такая женщина. Женщина завоевывает власть в личной жизни, потому что ее сердце правильно настроено на личную жизнь. Сердце женщины знает, что не нужно изменять. Оно хочет жить честно в семейной жизни, чтобы мы не разводились. Женское сердце это хочет, понимаете? Поэтому женщина имеет право установить власть. Как она устанавливает? Смиренным, уступчивым, нежным подходом говорить мужу свое чистое и честное желание. Если он говорит, хватит об этом со мной говорить, вы ему отвечаете, что я имею право на свои чистые и честные желания в нашей совместной жизни. И когда вы будете так говорить, то он поймет, что вы правы. Придет время, он это поймет, потому что это правда, что это чистое и честное желание. Это не жестокое и злобное желание, а чистое и честное, потому что вы хотите сохранить семью. Вы знаете, что когда в гражданский брак продолжается, каждый день означает возможность его распада. Новый день – больше возможностей, новый день – больше возможностей. В гражданском браке семьи не сохраняются. Это невозможно. Понятно? Дальше давайте. Тихо, тихо, тихо. Если не хочется замуж, тоже проблема в наше время. Женщины боятся ответственности. Не хочется замуж за человека, который рядом. Не хочется замуж за человека. Это тоже в наше время так. Потому что у женщин сердца холодные часто бывают. Им очень трудно привязаться к женщине. А человек рядом находится, она боится с ним строить отношения. Он уже предложил замуж, да? Если я захочу, то ему надо захотеть. Почему не можете понять? Потому что сердце холодное. Надо из чувства долго выходить замуж. Из чувства долга, это и есть любовь настоящая. Вы говорите, я хочу, я не хочу, это не любовь. А из чувства долга выходить замуж, это любовь. Мы должны Богу только в этом мире, больше никому. Означает выйти замуж. Потому что Бог хочет, чтобы вы жили честно. Перед самим собой даже. Потому что, понимаете, придет время, и у вас родится ребенок. Хоть вы будете предохраняться, хоть не будете. Он найдет способ, как родиться, понимаете? Если бы скрытой съемкой, как снять, как спирантозоид, как бы, когда там душа находится в нем, как он пытается достичь яйцеклетки и преодолевает все препятствия, которые люди ставят, то это будет хороший детектив. Но он найдет способ и воплотиться, потому что он сильно желает, душа сильно желает воплотиться в вашем теле. Это означает, что вы будете беременны, но при этом этот человек не будет вашим мужем. Незаконное рождение называется. Незаконно рожденный ребенок. Вот ради этого ребенка вы должны выйти замуж за него. Потому что вы с ним занимаетесь сексом, понимаете? Очевидно будет потом. Сейчас уже очевидно. Вам старший сказал, надо из чувства долга выйти замуж. Лучше бы вы на лекцию не приходили. Зачем вы пришли на лекцию? Еще рот открыли. Зачем вы этот вопрос задали мне? Вам не страшно? Тогда, может, не надо задавать вопрос? Где руку поднимите? Как начали? Вместе жили уже? Это означает, не жили вместе, да? А не воповедом, это означает, жили вместе. О, молодец. Так, и дальше что произошло? Я не знаю, правда, как дальше, но он никуда не ушел. Значит, хороший человек. Значит, а он не женился еще? Все, вот вы его теперь так вот, секса нет, и вы с ним дружите, отношения строите, все, и он на вас женится. Новый запах почувствует? До свидания, пускай чувствует новый запах. Ей как бы лучше достанется человек. Какие, смотрите, я вам сейчас приведу пример. У меня была такая мысль, что никто не пойдет учиться моим методикам. Очень сложно и много лет, никто не будет этим заниматься вообще. И мы сделали такие, знаете, низкие стандарты. Воведическая культура, учеба означает, что люди живут, они как бы не женятся, просто учатся, понимаете? Обед безбрачия принимают. Очень суровая жизнь на самом деле. И мы сделали такие, ну ладно, ничего страшного, пускай живут как могут. И, знаете, приходили такие люди, которые жили как могли, и никто не выучивался. Потом мы думали, ну ладно, ничего не получается. Взяли, сделали как положено. И начали приходить хорошие люди. И сейчас уже выучиваются люди. Почему? Потому что человек должен выбрать те стандарты в своей жизни, которые надо выбрать. А судьба подтянется потом к этому. Но при этом не надо никого душить, понимаете? Имеется в виду, не надо заставлять никого так жить, как ты живешь. Просто принимать близкого человека, если он уже есть рядом с тобой. Таким, как есть, и создать ему нормальные условия для жизни. При этом сам заниматься развитием себя. И ему создать при этом нормальные условия для жизни. Не мешать ему жить, как он живет. Вот увидите, что когда вы чистой жизнью начнете жить, его жизнь тоже будет очищаться само собой. Это происходит само собой, без всякого напряжения. Естественным образом это все происходит. Точно так же естественным образом мужчине деваться некуда. Когда он с женщиной связался, мужчина, ему деваться некуда, им придется жениться. Если женщина этого хочет. Проблема заключается в том, что большинство женщин ведь не настаивают. Они думают, ну живем, живем. Они боятся потерять. Они думают, если я начну настаивать, он от меня уйдет. Проблема заключается в том, что женщина не понимает, что она женщина. В этом проблема. Надо узнать свою природу. Женщина может поменять отношения, если она захочет. Надо снежно, с любовью просить. Ведь женское слово, оно ничего не стоит. Вот смотри, женщина сказала, хочу, чтобы мы расписались. Добавил мужчина, ты что сказала? Прости. Смотрите, женское слово, с одной стороны, ничего не стоит. С другой стороны, его никуда не денешь. Никуда не денешь. Если женщина сказала, все, никуда не денешь. Мужчина сказал, может назад взять. Женщина назад уже не вознет. Она сказала, все. Да, она может сказать, что она назад взяла. Но при этом останется слово. Если она 50 раз скажет, то начнет репу чесать. Думать, надо жениться. Думать об этом начнет, реально. Но надо как мужчине говорить? Так, чтобы он понял. А как мужчине говорить, чтобы он понял? В этом секрет. Как женщине сказать мужчине, чтобы он понял? Надо сказать, как будто не сказала. Учитесь женщине так говорить, как будто не сказала. «Хочу жениться на тебе. Прости меня, что я так сказал. Я пошутила. Хочу, чтобы ты не пил». Нежно очень, с любовью. Мужчина только так понимает. Если чуть-чуть эмоциями на него нажать, у него крыша сразу едет, он не может понять все. Я вам говорю очень серьезные вещи, это очень и очень важно, то, что я сейчас говорю. Попытайтесь понять, как менять свою судьбу. Как мужчина должен женщине говорить? Вообще никак. Женщину поменять невозможно. Она меняется, когда ты достоин этого. Допустим, ты хочешь, чтобы жена тебя уважала. Расслабься, стань достойным человеком, она тебя начнет уважать. А если она тебя не будет при этом уважать, ей самой будет стыдно. Потому что все остальные будут уже уважать, а она тебя не будет при этом уважать. И ты будешь немножко смеяться над этой ситуацией, потому что ты уже к этому привыкнешь. Ей будет стыдно, она начнет тебя уважать, по крайней мере, в своем сердце. А потом и сама. Женщину вообще не надо воспитывать, вообще не надо воспитывать. У нее сердце снаружи находится, она воспитывается сама, когда приходит время. Сама. Женщина легко в семейной жизни меняется в лучшую сторону. Женщина легко становится верной. Мужчина начинает жить правильно, работать над собой. Женщина легко становится верной. Ее не надо туда тянуть, она естественным образом становится верной. Женщине очень трудно правильно отношения в семье строить, потому что у ней сердце снаружи. Означает, мужчина плохо себя ведет, у ней портится настроение. Она с этим ничего не может сделать, настроение испортилось. Сразу на него начинает влиять, потому что женское настроение создает всю семью. Поэтому женщина поменялась настроение, ему плохо от этого, он к ней пристает. У нее еще больше хуже настроение, начинает скандал. С этим ничего не сделаешь, потому что женщина не может это контролировать. Ну что она может контролировать? Когда у нее хорошее настроение, она может его посвятить мужу. Подойти, обнять его, сказать, у меня сегодня хорошее настроение. Тебе повезло. Обнять его, любить, сказать, завтра, возможно, будет плохое. И в это время, когда хорошее настроение, что нужно женщине, что должна делать? Она должна нежно и ласково мужу говорить правду о том, каким он должен быть. Это женщина должна делать обязательно. Потому что мужу больше правду сказать некому. Друзья сейчас, не друзья. Настоящий друг должен говорить правду, но он не скажет. Почему? Потому что друзья только вот так делают сейчас. Они вот так не делают. Это называется не друзья, а прихлебатели. Настоящий друг говорит правду человеку. Сейчас нет друзей. Сейчас мало кто друг, понимаете? Мало друзей. Поэтому некому мужу, жена Аведа, говорят, самый близкий друг мужу, потому что ее сердце знает, что мужу нужно для того, чтобы он был счастливым. Единственное, ее сердце не знает, как это сказать. Женщина должна это сказать очень нежно. Тогда, когда у нее хорошее настроение, и когда она любит мужа, она должна сказать им правду в это время. Почему она не говорит? Потому что она хочет наслаждаться ситуацией. У нее хорошее настроение думать, ну зачем я сейчас буду говорить правду, если у нас сейчас так хорошо? Она хочет наслаждаться. Она не хочет сделать счастье, принести мужа. Она хочет наслаждаться в это время. Это означает, что она портит себе жизнь. Что делать, когда мужчина манипулирует своей властью? Он всегда манипулирует своей властью. Делайте. Конечно. Знаете почему? Потому что в этом и заключается смысл женской жизни. Научиться подчиняться мужу. Когда вы начнете ему подчиняться, вы станете обладать им, а не он вами. Несправедливо, да. Вы подчинились ему. Что дальше произойдет? Вы пробовали хоть раз подчиниться честному мужу? Несправедливо, когда он себя ведет. Попробуйте. Вы увидите, что произойдет в это время. Вы когда ему подчинитесь, у вас сердце станет очень сильным. В нем воцарится чувство собственного достоинства. Вы ему подчинитесь внешне. Он непосправедливо себя вел. Вы полностью смиренно подчинились ему. Но потом ваше сердце будет немножко от него в стороне, от этого человека. И он будет пытаться вас добиться. Вы можете даже ему ничего не говорить, если он не готов слушать. Но он поймет, почему ваше сердце подальше стало. И он будет думать, как дальше с вами себя вести. Поймите, женщину невозможно силком подчинить, если она достойный человек. Достойная женщина соглашается с мужчиной. Но так как женщина во много раз тверже мужчины внутри. Смотрите, как природа устроила. Мужчина играет, делает вид крутого. Он такой весь крутой, он подчиняет себя женщину. Понимаете? То есть он крутой снаружи, а внутри он очень мягкий, у него психика очень мягкая и подвижная. Женщина, она делает вид такой весь, вся такая как бы подчиненная, а внутри она как камень, ее не изменишь. И поэтому женщина должна знать, что никогда ничего в семейной жизни не будет, как хочет муж. Потому что это невозможно. Посмотрите на свою судьбу. Вот что в вашей жизни произошло так, как хочет муж? Все происходит так, как вы хотите. Правда? Вот как мужчина себя дома ведет? Он приходит домой, начинает ссю-пусю. Это мужское поведение или нет? Нет, мужское поведение... На работе он сам собой, понимаете? А дома как он ведет, как хочет жена. И причем как мужчина себя ведет дома? Так, как нравится жене. Он такие эмоции выражает, как жене нравится. Потому что он из нее извлекает счастье. Он так ссю-пусю раз, счастье пришло. Все, значит, все нормально. Еще ссю-пусю, еще счастье. Так что тогда вы думаете, что он манипулирует вами? Это вы ему манипулируете все время. И если он хоть немножко захотел власти, почему бы вам ее не дать ему? Чего вы такая жадная и скупая? Если так все по-вашему идет, ну сделайте хотя бы вид, что все по-мужскому. Это называется ведическая культура. Женщина знает, что она сильна снутри, и поэтому она не трогает мужчину. Она совсем согласная, но все равно все будет по ее. Кто уже с женщин пробовал так себя вести? Поднимите руку. Получается, нет? Работает безукоризненно. И проблем вообще никаких нет. Есть только одна проблема. Это тупость женская. Тупость. В чем она выражается? В том, чтобы мужчине делать все поперек. Восстать против насилия. Так насилие-то всегда в семейных отношениях всегда насилие. Женщина насилие над мужчиной совершает. Мужчина над женщиной. Одного брака? Однополого брака. Тяжелая судьба. Вырождение мужского и женского начала. Причина вырождения. Вот смотрите, ведописы объясняют. Если мужчина не выполняет свои обязанности в этой жизни, то он в результате рождается женщиной. К кому мы привязаны, тем мы становимся в следующей жизни. Становится женщиной с мужскими качествами. Почему он не отработал мужские качества? Мужские качества получает. В женском теле уже. Знаете, как работает судьба? Она наставит все более тяжелые условия для того, чтобы мы задумались о том, что надо меняться. Цель судьбы не в том, чтобы мы были счастливы, понимаете? А в том, чтобы нас поменять. И чем тяжелее человек запутался в жизни, тем тяжелее условия у него. Допустим, некоторым надо в тюрьме сидеть 25 лет, чтобы поменяться. А некоторым достаточно на лекцию сходить. Это называется хорошая судьба уже, понимаете? Веда объясняет, что одни люди меняют с помощью знания, а другие с помощью страданий. Но знание означает также одну вещь, что надо принять судьбу, принять эти страдания, не бежать от них, а принять. Вот женщине надо принять, например, что мужчине надо подчиниться в жизни. Она означает... Почему она это принимает? С помощью знания. Она знает, что в конце концов все равно будет все по-моему, потому что сила, непреклонная сила в женском характере, в личных отношениях, в семейных находится. Женщина абсолютно непобедима в них, абсолютно непобедима. Мужчина с ней ничего не может сделать вообще, хоть он и думает, что он управляет ей. Так устроена семейная жизнь, надо это понять, принцип. Это значит, что женщине надо дать мужчине его права, хотя бы внешне подчиняться ему, все. И в этом заключается мудрость женская, мудрость. Отсутствие чего? У женщины отсутствие личных отношений, тяжелая карма. Причина тяжелая карма. Смотрите, как это часто бывает. Два варианта. Первый вариант. Женщина просто не может никого привлечь к себе, то есть никого вообще нет. Второй вариант. Быстро привлекаются, занимаются сексом и уходят. И это одна причина, одна и та же. Женщина не уважает себя. Когда женщина начинает уважать себя, уважение приходит из духовной жизни. Если вы спросите меня, какова причина всех страданий на земле, я отвечу только одним способом. Это отсутствие внутренней духовной жизни. Понимаете, мы вместо того, чтобы по утрам садиться и молиться, мы чем занимаемся? Покушали, на работу пошли. Точно так же, как человек не чистит зубы, и у него вонь изо рта идет. Точно так же он не чистит сердце, из сердца вонь. Какая у женщины из сердца вонь идет? Она становится некрасивой, неверной, нестабильной и так далее. То есть она теряет женское счастье в результате. Отсутствие внутренней жизни является причиной всех страданий человеческих. Внутренняя жизнь возрождает счастье человеческое, дает ему счастливую судьбу. во всех отношениях, во всех отношениях. Не надо делать женщину счастливой, не надо. Надо начать работать над собой. Она сама рядом с тобой станет счастливой. Мы не боги, чтобы кого-то счастливыми делать. Надо начать работать над собой, утвердить в своем сердце счастье, чистоту. И тогда она станет счастливой. Запомните, что только Бог может женщину сделать счастливой. Никогда мужчина женщине столько любви не может дать, сколько ей нужно. Это невозможно. Это невозможно. Также никогда женщина не может мужчину так уважать, как его Бог может уважать. Она никогда не сможет ему сделать столько, сколько он хочет. Это невозможно. Но когда человек выполняет свой долг перед близким человеком, то люди становятся удовлетворенными в личной жизни. Веды объясняют, самое большое достижение в семейной жизни заключается в том, что мы способны друг друга уважать. И быть верными друг другу. Со всеми недостатками. И это называется любовь человеческая. Не божественная, а человеческая. Люди, они по природе сотканы из недостатков. Но когда мы начинаем уважать друг друга просто вот как можем, это уже означает любовь человеческая. Но если вы хотите испытать высшую любовь, к чему люди и стремятся, тогда попытайтесь понять, что она находится в отношениях со святостью и с Богом. Других способов высшей любви нет на этой земле. Высшая означает очень и очень сильно, и очень красиво, и очень хорошо. Это только внутренняя жизнь дает такие вещи. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Жизнь вас заставит молиться. Придет время, вам станет так плохо в жизни, что вы замолитесь и закричите, Господи, помоги! У меня это время, по милости Бога, по милости Бога, у меня это время наступило в 11 лет. Мне было 11 лет. Я сейчас расскажу вам про свое детство. Каждый день отец бил мою мать, каждый день он напивался, каждый день она это терпела, не уходила от него, каждый день она ругалась на него, за то, что он такой, каждый день продолжалось все это вновь и вновь. Драки, пьянство, ругань, и это просто абсолютно безнадежно было в моей жизни, детской жизни. Безнадежно абсолютно было. И я уже в раннем детстве, с 8 лет, с 9 начал работать над собой, начал закаливаться там, голодать. Ну, вот я чувствовал, что в аскезах как бы выход, в аскезах. И в какой-то момент, в 11 лет это было. Где-то так, я вышел на улицу, пошел в поле, то есть я жил в Тольятти, там строящиеся районы было, ну, просто поле большое такое, не было никаких построек, и лес дальше. Я пошел в это поле, никого вокруг нет, снег. Я вышел, я не знаю, почему я так сделал. Я поднял руки к небу вот так вот и сказал, до 28 лет, все страдания, какие только в жизни, можно мне испытать. Я хочу испытать. После 28 лет я хочу узнать, как жить правильно. Так поднял руки вверх и сказал в небо такие слова. 28 лет я познакомился с Светами. И моя жизнь коренным образом изменилась после этого. Придет время, вам захочется молиться, я вам обещаю. Значит, еще ваши страдания не достигли такой силы, чтобы вам захотелось молиться. вам надо еще пожить немножко на этой земле. Обязательно. Это не называется настаивать. Не называется настаивать. В этом мире нет слова «не хочет». В этом мире есть слово «не могу». Не могу. Если женщина не может любить, мужчина не будет делать то, что ей нужно. Все. Откуда брать любовь, энергию, силы для любви? Откуда брать? От Бога. Нужно жить в молитве, и женщина становится женщиной. Женское сердце соткано из любви. Ваше сердце соткано из любви, которое тает, растаивает психику мужчины. Женщина не может не растаять психику мужчины. Это ее природа. Менять судьбу мужа. Ее природа. Но для того, чтобы вам жить по своей природе, вам надо не удовлетворять свои желания в жизни, а отдать свою судьбу Богу. Не свои желания, допустим, я хочу, чтобы он обвенчался. Нет. Когда Бог захочет, тогда мы обвенчаемся. Тогда все будет по-другому. Вы своим желанием давите на Него, Он сопротивляется. Теперь вы просите Бога. Тогда у вас как будет психика работать? Вы Ему скажете, об этом, но Он сопротивляться не будет. Потому что вы ваше эгоистическое чувство обвенчаться уничтожите в своем сердце, а оставите чистое чувство обвенчаться. А против чистого чувства никто никогда не бывает против. Понимаете, ведь во всех вопросах, которые мы задаем близкому человеку, есть эгоизм. Мы хотим, в конце концов, наслаждаться сами отношением с Ним. И самый высший способ наслаждаться, это наслаждаться чистой жизнью с мужем, я хочу, чтобы он не пил, я хочу, чтобы он обвенчался. Для чего? Для того, чтобы я была счастлива. Теперь отбросьте эту идею, просто молитесь Богу, чтобы у нас была честная жизнь с нашим мужем. Вы увидите, что вы будете то же самое ему говорить, но слова ваши потеряют эгоизм, и он не будет сопротивляться. Почему он сопротивляется? Потому что чувствует давление, насилие над собой. Что думаете, мужчине сложно сходить и расписаться, что ли? Ради любимой жены? Ну, венчание, хорошо. Пошла, пошел и обвенчался ради любимой жены. Так, сейчас проведем статистику. Поведите, поднимите мужчины руки, вот смотрите, мужчины, внимательно послушайте установку. Женщина ведет себя по-человечески с вами. По-человечески просто вот такое слово. По-человечески. Она вас не мучает, да? Не мучает, не капризничает с вами. Уважает вас. И вам она попросила только одну вещь. Пойти и обвенчаться с ней. Кто не обвенчается, поднимите руку. Есть хоть один мужчина, который не выполнит эту просьбу. Вы не пойдете. Какая причина? А если вам скажут покрестись, и потом обвенчаемся. Как вы думаете, как я отношусь к православию? Как вы думаете, как я отношусь к православию? К Богу хорошо, а к православию нет. Я так отношусь, вы считаете. А знаете, почему вы так считаете? Потому что в нашей культуре, вот в которой мы живем сейчас, бытует такое понимание, что если у человека есть одна вера, какая-то одна вера, то он должен обязательно ненавидеть другую. Понимаете, мы в крови, мы живем с этим, это у нас в крови. По определению означает, что если я, допустим, в ведической традиции, то православие мне неприятно должно быть. Так вот, знайте, что вы ошибаетесь. А если у меня в сердце что-то есть неприятное от той боли, которую мне причинили люди, которые находятся в этой вере, не все. У меня есть там друзья и любимые люди. Но есть люди, которые причиняют мне боль, потому что они ненавидят мою веру. Такое тоже может быть. Но это не значит, что я не люблю эту веру. Если такие люди встречаются, я в своем сердце пытаюсь их простить. Почему? Потому что они просто живут в невежестве и все. Это невежество заставляет людей ненавидеть чужую веру. Только невежество. Другой причины нет. Понимаете? Другой причины нет. До конца лекции 30 минут. Я не досказал. Это мужчине важно знать мой ответ. И он знает почему. И я знаю, почему ему это важно знать. Мы друг друга поняли. Мы друг друга поняли. Раз он спросил, я ему отвечу. И второй вопрос. Как я отношусь к тому, что православные не любят веды? Есть один православный, который цитировал веды. Вы знаете об этом? Вы слышали такое слово «сурожский»? Слышали? Почитайте его труды. Его знают, что он цитировал веды. Я назвать могу много православных, которые цитировали веды. Но я не хочу портить вам настроение сейчас. Я просто хочу вам сказать одну вещь, что люди настоящие, религиозные, духовные, они ненавидят друг друга. Они изучают духовное наследие разных духовных традиций и применяют это для развития своей веры к Богу. Потому что вера к Богу развивается с помощью опыта духовного разных людей. Я вот так живу. Я читаю духовное наследие разных духовных традиций, изучаю его, и мне это приносит глубокое счастье в моем сердце. Я не то, что верю, а точно знаю, что в православной традиции великолепный опыт духовной жизни. Великолепный опыт. Понимаете? И считаю также, что эта страна, в которой я живу, должна быть православной. Я не считаю, что она должна стать ведической. Понимаете? Понимаете? Вы спросите, а почему я читаю эти лекции? Потому что я хочу, чтобы люди обрели знания о том, как надо жить. Потому что те знания, которые я сейчас даю, они не православные и не ведические. Это знание называется нравственным знанием. Его может читать каждый, любой человек. Если я сейчас в мусульманскую страну поеду и буду читать вот это, я в Алма-Ате буду читать лекции. Это мусульманская страна. Люди будут счастливы от этого. Почему? Потому что я не призываю людей стать верующими в ведической культуре. Я хочу, чтобы они были счастливы в этой жизни. Понимаете? И делаю это с помощью своих возможностей. Я знаю то, что я знаю. Я знаю, как работает это знание с позиции вед. Но точно так же оно работает с позиции православия. Точно так же. Я читаю труды православных людей. Мне подарили в Киеве вот такую стопку «Жития святых». Вот такая стопка книг. И там то же самое, что я говорю, то же самое все. Разницы никакой нет вообще. Понимаете? Поэтому в любой традиции духовной всегда есть одни и те же принципы, правила. Есть какие-то различия в углублении, какие-то есть отличия. Факт. Но это для верующих людей. А наши лекции предназначены для тех людей, которые еще не углубились в свою веру. Вот если человек углубляется в свою веру, вот смотрите, слушайте теперь внимательно все, кто пришел на эту лекцию. Если вы углубились в свою веру, пожалуйста, не ходите на мои лекции и не слушайте их. Слушайте человека, который вам дает наставление в вашей вере. И вы получите больше знания, больше опыта и больше глубины. Мои лекции имеют предварительную как бы предварительную такую вещь. А теперь я вас немножко удивлю. Хотите, я вас удивлю немножко сейчас? Поднимите руку, кто слушаемые лекции стал православным человеком. Посмотрите в зал. Удивились? И продолжайте идти креститься. и я вас на это благословляю. Пока в нашей стране будет существовать религиозный фанатизм, здесь будет царить жестокость, злоба и хамство. Все войны на этой земле кровавые и жестокие были только из-за религиозного фанатизма, означает неприятие чужой веры. Все самые кровопролитные войны, в том числе и Великая Отечественная война, это всего лишь непринятие чужой веры. Все остальные войны тоже по этой причине возникали. Нет другой причины убийства и кровопролития людей, чем непринятие другой веры. Это непринятие чужой веры означает, что Бог наш. Что это означает в буквальном смысле слова? Что Бог только в моей культуре и вере как бы настоящий, а в остальных культурах и верах он не настоящий. Но веды интересно это объясняют. Смотрите, если святые люди есть в какой-то духовной традиции, значит Бог с ними имеет отношение. Человек не может быть святым, если он не имеет отношения с Богом. С этой точки зрения можно принять, что католическая церковь тоже настоящая истинная. Почему? А потому что в этой церкви жила мать Тереза. Вот если вы не считаете, что она святая, то это уже ваши проблемы. Потому что эту женщину хоронила вся Индия. Вся Индия. Хотя смотрите, это католичка женщина, а Индия вся. Она в основном индуизм имеет, да? Ну там мусульманство, индуизм, мало, допустим, христианства в Индии. Ну тоже есть сейчас. Но тогда было достаточно мало. Вся Индия хоронила мать Терезу как национального героя. Еще Махатму Ганди, двух человек всего. По центральной улице Дели, то есть шли колонны с людьми. Одного маленькую женщину худенькую хоронили. Потому что это святая женщина, она перевернула сознание миллионов людей. Но она была католичка при этом. И что она не святая? Бога нет, значит, в католицизме есть. Просто не всем хочется это принять. А это уже означает, что нет в сердце Бога по-настоящему. Когда у человека в сердце Бог, он не думает о том, где еще он есть, где его нет. Он просто ему служит и все. Он не беспокоится о том, как Бог строит отношения в сердце проявился. Он начинает видеть, что Бог также проявляется в сердцах людей других духовных традиций. Это уже означает очень развитый человек в духовной жизни. Очень развитый. И в божественном мире в этом нет противоречий. Мы их сами создаем. Этот мир создан для мира, а не для войн. Но из-за того, что у нас есть фанатизм, означает атеизм. Фанатизм означает атеизм. Вот тогда возникают войны. Это скрытый атеизм. Религиозный фанатизм, ненависть чужой вере, это скрытый атеизм. Это значит, что ты не понимаешь волю Бога. В этом заключается проблема. Ну ладно, спасибо вам, что выслушали. Это важная тема. Какие еще вопросы? Да? так. Так, девушки слушают лекции, но не хотят замуж, потому что не хотят терять свою свободу. Ваш вопрос. да, это отношения в наше время. Девушкам очень трудно выходить замуж, потому что они хотят терять свою свободу. Что делать? Ответ такой, выходить замуж. Идти и выходить замуж просто, и все. Мужчина, допустим, то же самое, мужчина не хочет идти на работу, потому что ему тяжело работать. что делать? Идти и работать. И там, в этой, понимаете, человек должен действовать по своей природе. Таков ответ. В этой деятельности развивается личность. Девушка идет замуж, создает семью, и там она развивается как личность. И потом понимает, зачем она вышла замуж. А? Нас мужем она будет по-любому издеваться. По-любому. Хоть так, хоть сяк. Лучше пускай честно издевается, чем нечестно. Понимаете, честно выйдет замуж, честно издевается. Поднимите руку женщины, которые не издеваются над своим мужем. Есть такие? Вы не издеваетесь над своим мужем? Вы уверены? Он, значит, у вас счастливый. Нет, нет, вы подняли руку, чего вы поглядываете? Он счастлив у вас или нет? Ну, все, преклоняюсь перед вами. Бывает такое? Иногда бывает. К этому мы и стремимся, понимаете, к этому мы и стремимся. Большинство женщин издеваются над своим мужем. Почему? Потому что они не могут не издеваться. У них нет силы не издеваться. Не то, что они плохие, они не могут просто. Надо работать над собой и научиться не издеваться над мужем. В этом цель нашей жизни заключается. Да? Что делать нужно, когда появляется плохое настроение? Вот хороший сегодня вопрос. Надо признаться всем в этом, потому что ваше настроение руководит семьей. Надо признаться всем, что у меня сегодня плохое настроение, поэтому ко мне не надо подходить, ласково говорить, ничего мне. я могу загрызть. Вот честно прямо должны сказать всем, и у вас все нормально будет дома. Что мужчине в этот момент делать? Как принять плохое настроение женщине? Мужчине что делать в это время? В это время надо понять, что наступило самое лучшее время для мужчины начать заниматься духовной практикой. Да, у женщины плохое настроение, надо сесть начать молиться. Больше делать нечего. Это тяжело как бы принять, ну блин, ну что такое, но надо молиться, потому что будет еще хуже, нам умирать придется в этой жизни. Не то, что плохое настроение жены терпеть, понимаете? Да? А записку какую? Яркую, желтую, да? А нет, это салфетка. А вот эти вот что ли, вот эти с этими? А, все, 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 нашел, вот. смотрите, я не заметил, видите, она самая яркая, я не заметил, как так? Наверное, это с Богом у вас что-то там в отношении. Кому каждый раз отношения с молодыми людьми заканчиваются большими проблемами со здоровьем. Хочу и боюсь завязывать отношения. Как выйти замуж и не потерять последнее здоровье? это, кстати, важный вопрос, потому что у всех женщин, когда они выходят замуж, у них могут испортиться здоровье, поменяться здоровье. Знаете, почему? Потому что женщина выходит замуж, отдает себя. Когда она не хочет отдавать себя, спокойно, спокойно. Женщина, когда выходит замуж, а себя отдавать не хочет, возникает противоречие, противоречие возникает в ее организме, в психике, в организме. И иногда это выражается психически, она начинает истерики катать. Смотрите, иногда это психически выражает. Женщина начинает катать истерики. Она сама не знает, почему она мужа видит ее колбасе, она убила бы его. Почему? Потому что она не хочет предаться ему в своем сердце. Женщина, когда предается мужу, ей становится хорошо, она успокаивается. Но пока она не может предаться, она болеть будет, страдать психически, физически. Почему? Потому что надо в семейной жизни женщине рядом с мужем расслабиться, отдать себя, расслабиться, покориться о его воле. Проблема в другом, я еще не замужем, еще мужа нету, отношения доходят там практически до свадьбы, и я, и срывается, и я, это уже не первый раз, и очень болезненно переживаю это все, и отсюда проблемы со здоровьем. Знаете, почему они срываются? Потому что у вас очень независимый характер. Это тяжелая судьба означает. Не надо сейчас не встречаться ни с кем, не надо встречаться. Надо найти святого человека, изображение какое-то, молиться, и просить милости получить лучший характер. Просить смирения в жизни, просить послушания, для служения святому человеку. Потому что характер плохой женщине дается как наказание. Когда человек наказан, что ему делать? Надо просить прощения? Вы же не можете ничего сделать, своим характером. Ничего не можете сделать, как любая другая женщина. Ни одна женщина, сидящая в этом зале, не может ничего сделать своим характером. Поднимите руку женщине, которая может что-то сделать своим характером. Есть То есть это путь. Они пройдут этот путь, поймут, что невозможно. Никто не определяет, определяет судьба. Если человеку легко жить, значит хороший характер, если плохо, значит плохой. Судьба определяет. Нет, это все просто лицемерие. Допустим, женщина вырабатывает смирение, такая ходит, смирение вырабатывает. Потом с мужем начала строить это же на него. Почему? Потому что сработала система. Поэтому женщина не должна вырабатывать смирение, она должна служить мужу. И тогда смирение приходит как награда. Смотрите, женщина состоит из характера, мужчина состоит из поступков. Что должен делать мужчина? Он должен вырабатывать характер в себе, чтобы поменять поступки. А женщина должна совершать поступки, чтобы поменять характер. Женщина состоит из характера, она сплошной характер. Помните песня, как там про характер? У меня такой характер, ты со мною, не шути. Помните? То есть женщина состоит из характера. Что она должна делать? Совершать поступки, и поступки меняют характер. Мужчина состоит из поступков. Что он должен делать? Работать над характером, поменяются поступки. Понятно, да? Женщина не должна думать о своем характере, она должна просто служить мужу, и все. Просто служить мужу. Это непросто, я понимаю, но надо служить мужу. Не работать над своим характером. Характер изменится сам, как награда. Придет награда, характер изменится. Мужчина работает над характером, награжден, поступки меняются. Понятна система? Но женщине очень тяжело поступки совершать. Но это надо делать. А мужчине очень тяжело работать над характером. Ему это надо делать. Женщине легко работать над характером. Женщине очень легко работать над характером, но это самообман. Смотрите, женщина приходит на работу, допустим, она такая смиренна, вся, все, я смиренная. Такая ходит, да, 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 да. Потом домой приходит, почему? Потому что это была игра просто, это была женская игра. Женщина не может поменять себя вот так с помощью поведения, это невозможно. Она ходит вот так, но это не меняет ее характер, это просто игра. Так как у ней очень подвижный характер, она может и так, и так себя вести по-разному, поэтому ничего не меняется. Она может мужу подойти очень смиренно себя повести, но внутри она знает, что скоро я тебе устрою. Она может смиренно себя вести при этом, но мужчина неподвижный характер, он неустойчивый, понимаете? Я сказал, что... Не может поменять себя. Когда я корчу, сразу фотографирую. Это у меня карма такая в гороскопе написана. Мне потом показывают, вот Олег Геннадьевич. Очень приятно посмотреть. Вот. Так вот, мужчине трудно поменять свой характер. Ему трудно вот с характером вести себя в характере, ему трудно смиренно сказать, трудно сделать как бы вот слово выдавить из себя правильное. Но это должен делать мужчина. И это меняет его жизнь. А женщина должна поступки совершать. Пошла, постирала просто. На мужа злая. Пошла, приготовила ему. Сразу легче стало. Приготовила, легче стало сразу. Он такой пришел, ты же злая была, почему приготовила? Подумай сами. И все, и все счастливы, понимаете? Это все. Мать Тереза — это святой человек. Мать Тереза обладала высочайшими. Это, кстати, вот этот хороший вопрос. А вы почитайте о матери Терезе. Посмотрите, фильм о ней есть. Поизучайте. Потому что, когда человек соприкасается со святым человеком, его судьба вся меняется. Когда он смотрит в глаза святому человеку, когда он с ним общается, хотя бы через телеэкран. Понимаете, это уникальное время. Веды говорят, одна секунда отношений со святым человеком меняет всю судьбу. А если он снится, тем более. Это значит, что уже и глубокие отношения есть. Давайте теперь проведем тренинг. У нас не осталось времени. Уже Ирина беспокоится, что мы задерживаем. Люди уходят. Но я бы хотел, чтобы все, кто хотят поменять свою жизнь, надо двигаться вперед. Период означает тренинг, работа над собой. Мы будем молиться, не будем здесь. Молиться все будем дома, свои молитвы читать. А здесь мы будем повторять, я желаю всем счастья. Это вне религиозных традиций. Надо вспомнить или изображение Бога, если в вашей традиции, допустим, в мусульманстве, там не поклоняются изображениям святых людей. Я когда читал лекции в Уфе, то мне объяснили мусульмане, что надо вспоминать имя Бога написанное или священную книгу. У них есть такая практика, они мне объяснили поклонение имени Бога, священной книги и повторение имени Бога. То есть это дает результат духовный. Не отрицается в ведической культуре такой способ. Вот. Других духовных традиций по-разному. Где-то надо поклоняться Богу, где-то надо поклоняться святому человеку. Иногда Бог предстает как святой человек перед нами. Я так понимаю, так вел себя Иисус Христос. Вел себя просто как наставник. Насколько я понимаю, это приход Бога в нашу жизнь. Вот. Так или иначе, мы должны поклоняться святости. И в этом цель человеческой жизни. Потому что с чем ты связываешь свою веру, таким ты и становишься. Понимаете? Перетекает сознание от одной личности к другой. Перетекает. Вот слушание тоже дает такой результат. Поэтому читаются лекции. Если я что-то в своей жизни сделал, я читаю на эту тему. Это должно поменять жизнь человека. Должно поменять. Если я что-то не сделал, я об этом просто не говорю. Какой смысл? Надо сесть прямо, чтобы сознание вверх стремилось, бодрость была в сердце. Смотрите, настрой очень важно понять. Мы мысленно кланяемся святому человеку или Богу или святому имени и хотим служить ему. Служить. Но при этом знаем, что это не для меня. Я это делаю на благо такого-то человека. Просто знаем. Не надо думать об этом человеке в это время. Надо думать о святом человеке. Когда мы повторяем «Я желаю всем счастья», мы хотим, чтобы все так думали, чтобы все думали о святости. Когда человек думает о святости, его жизнь становится чистой и светлой. То есть мы думаем о святом человеке, кланяемся ему и повторяем «Я желаю всем счастья», означает, что все должны быть такими. Но плоды этой деятельности, если они есть какие-то плоды, мы говорим, если я что-то сделал хорошее, пускай это будет не для меня, а для этого человека, который болеет, страдает. Вспомните какого-то человека. Посвятите этому свою деятельность. И это еще больше счастья даст, потому что человек никогда не должен ничего делать для себя. Любое действие должно быть направлено на пользу других, и тогда счастье воцарится в сердце немедленно. Единственная наша проблема, что мы все для себя хотим, в этом трудность нашей судьбы. Я буду стараться для вас это делать. Потому что я понял в своей жизни, что единственное счастье, которое человек может получить, это когда кто-то стал счастливым вокруг. Это единственная радость, настоящая радость глубокая, которую человек может в своей жизни когда-нибудь получить. Я желаю всем счастья. Я желаю... Продолжение следует...